Всем большой привет! С вами снова Александр. Сегодня я хочу вам рассказать о среднебюджетном таком сегменте автокресла категории 2-3 с 15 кг до 36 кг, то бишь с метра роста до 12 лет. Кресло от американской компании Graco. Модель называется Affix. Почему оно интересное? Ну, во-первых, цена. Ссылочку на мир автокресел я добавлю. И то, что мы получаем за эти деньги. Мы же должны понимать, что мы стоите, сколько платим, столько получаем. И соотношение должно быть отличным. Это яркий представитель того, что здесь с этим все хорошо. Что касается комфорта. Здесь очень удобная посадка. Это видно, в принципе, и просто так. Потому что оно широкое. Очень хороший подголовник. Широкое само сидение. Подлокотники четко там, где надо. Прямо вот как на троне, понимаете? Здесь подстаканник есть. Есть маленький отсек, ящичек для всякой мелочевки. Не знаю, что там можно убрать, но что-то там можно, в принципе. Так. Ну, конечно же, еще для безопасности. Для безопасной перевозки детей мы покупаем автокресло. Здесь с этим все в порядке. Соответствует европейскому сертификату R4404. Поэтому доверять ребенка можно. Теперь давайте немножко само кресло с вами поизучаем. Как вы видите, в 2-3 категории нет пятиточечных ремней. Ребенок пристегивается здесь взрослым ремнем. Вот как человек себя пристегивает в автомобиле. Да, взрослый. Соответственно, ребенок в 2-3 категории делает это точно так же, только сидя в детском кресле. Вот, соответственно, вот так это выглядит. Обязательно следите при регулировке высоты подголовника, чтобы подголовник и плечо ребенка не было больше двух пальцев и не меньше одного. Это самое правильное положение подголовника, чтобы ремень был на нужном месте. Плечо, грудь и далеко от горла, а иначе это очень опасно. Соответственно, за этим следим и все будет в порядке. Так, что касается материалов в этом кресле. Ткань, естественно, здесь не какая-то там мега крутая и дорогая. Самое главное, она не раздражает. Ткань тактильно достаточно приятная. И места, где у нас постоянно происходит контакт ребенка с креслом, ткань немножечко плотнее. Видимо, для износа стойкости какой-то это сделано. Поэтому с этим все окей. Так, регулируется у нас, вот вы видите, в каком диапазоне подголовник. Достаточно сильно. Подлокотники у нас никак не регулируются. Они у нас прорезиненные и широкие, очень удобные. Ткань, кстати, если что, можно в щадящей стирке, не больше 30 градусов, все это дело постирать. Так, раз о комфорте говорим, соответственно, нам нужно понять, есть ли у нас наклон. Ну, смотрите, один щелчок и можно... Вот, это допустимый уровень наклона в категории 2-3. Единственное, здесь демо-кресло, оно практически 90 градусов. И наклон я вам здесь толком не продемонстрирую. В автомобиле кресло чуть больше завалено. И, соответственно, это кресло примет положение наклона спинки автомобильного сидения. И ребенок, когда уснет, задача, чтобы голова вперед не свисала, это кресло с этим прекрасно справится. Так, что касается крепления самого кресла в автомобиле, давайте посмотрим. Здесь у нас все-таки кресло американское и система крепления тоже американская. Это значит, что у нас вот такие крючки металлические на ремешках. У американцев в основном вот такая система ремней и наконечник. Соответственно, что нам это дает? Вот, это нам дает простоту в установке. Мы берем сам наконечник, застегиваем в автомобиле. Он же гибкий, как угодно, берется без проблем. Все, защелкнули. После чего нам нужно просто это все дело натянуть. Все, оно стоит как вкопанное. Прижимает хорошо, фиксатор срабатывает как надо. Поэтому крепление очень элементарное. Дальше ребенок, соответственно, ремень и все. Вот, в принципе, по креслу много не расскажешь, но вот в двух словах я вам о нем рассказал. Достаточно безопасное, очень комфортное, нормальный материал, удобное крепление, подстаканник, отсек для мелочевки. Вот, в принципе, все, что нужно. Еще цена до 10 тысяч рублей на текущий момент. Поэтому вот соотношение цена-качество, на мой взгляд, в этом кресле очень хорошее. Поэтому, если ищете такое среднебюджетное что-то для своего ребенка, ну, достаточно высокого уровня, то не проходите мимо этого кресла. Обязательно изучите, посмотрите на него. Можете в Мир Автокресел, в любой из наших магазинов всех приехать, посадить ребенка, посмотреть, как он сидит. Я уверен, что вам понравится. Ну, и сделать выводы. Нравится? Берете. Вот. Собственно, на этом все. Мир Автокресел. Большое спасибо за предоставленный обзор Грака Афикс автомобильного кресла. А вам хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok